Дорогие братья и сестры по вере, есть одна цель, достичь которой стремятся все создания на протяжении всего своего существования. Будь то предмет, животное или человек, джинн, мужчина или женщина, мусульманин или немусульманин, неважно, но есть одна цель, которая является самой важной для любого создания, и для всех она одна. Это цель, достижение счастья, спокойствия, безмятежности и гармонии. Это именно то, чего добивается любое творение, животное или человек, мусульманин или немусульманин. Это можно понять, исходя из того, что все его деяния, днем или ночью, направлены на достижение этой цели. Что сделает меня счастливее? Что принесет мне удовлетворение? Как достичь внутреннего состояния покоя и безмятежности? Но что удивительно, несмотря на то, что цель, возможно, одинакова для всего человечества, пути обретения счастья для каждого человека могут очень сильно отличаться. Все мы знаем, что в одних слоях общества обретение счастья – это наличие богатства, материального имущества. И такие люди всю свою жизнь посвящают погоне за богатством, с тем, чтобы заработать столько денег, сколько смогут. Они стараются устроиться на самую престижную работу, покупают самые дорогие автомобили, строят высокие дома, думая, что все это принесет им счастье, которого они так жаждут. В другой части общества думают, что смогут обрести счастье путем получения власти, возможности контролировать общество. И мы понимаем, что они посвятили свою жизнь, поднимаясь вверх по карьерной лестнице, делая все возможное, чтобы быть на вершине. А другие полагают, что счастье можно достичь путем обретения славы и известности, если стать известным среди людей. А есть еще те, кто думает, что счастье можно достичь путем удовлетворения всех своих страстей и желаний. Такие люди стремятся к вниманию женщин, употребляют алкоголь и наркотики, идя на поводу соблазнов любого рода. Таким образом, большая часть человечества пытается достичь счастья путем сочетания упомянутых факторов не много того, не много этого. Но если спросить людей, которые достигли вершин в своей области, если спросить самых богатых, самых влиятельных правителей, самых успешных людей, самых популярных звезд, если спросить тех, на которых обычный человек смотрит снизу вверх, тех, кто достиг вершины своей карьеры, и задать им вопрос, смогли ли вы обрести счастье? Вы потратили 15, 20, 30 или 40 лет, зарабатывая деньги, гоняясь за властью, известностью. И что в итоге вы обрели? Ощущаете ли вы безмятежность, в поисках которой вы провели несколько последних десятилетий? Если они будут по-настоящему честными с вами, то ни один из них не сможет правдиво сказать, да, мы обрели, что искали. Каждый скажет, нет, я еще не достиг желаемого, мне нужно больше денег, мне нужно больше власти, мне нужно больше популярности. Но вам не нужно их спрашивать, статистико говорит больше, чем их слова. Знаете ли вы, что самые высокие показатели случаев самоубийств зафиксированы не среди бедных или среди тех, кто не обрел популярность? Такие показатели всегда самые высокие среди богатых, среди элитной части общества. Разводы, нарушения закона, проблемы с наркотиками, реабилитацией, чаще всего встречаются среди представителей элиты. Те, о которых обычные люди думают как о покорителях вершины успеха, на самом деле ведут жалкую жизнь по сравнению с тем периодом, когда они только начали взбираться по лестнице успеха. Всевышний Аллах прекрасно описал таких людей в Коране. Они кушают и пьют, и они женятся, так же, как и животные. То есть такие люди подобны животным, которые пробуждаются, и их единственный смысл существования – удовлетворить голод, жажду и половые потребности. У них нет более высоких целей в жизни. Подобно животным, и те люди, которые думают, что счастье можно достичь путем достижения того, что может предложить этот мир. Баяти Корана Всевышний говорит, они подобны животным. Нет, они хуже животных, потому что им был дарован разум, им был дарован интеллект, но они не использовали это ради Всевышнего. Так они стали хуже животных, которым разум не был дарован. И тогда, мои дорогие братья и сестры, возникает вопрос, каков путь обретения счастья? Как человек может достичь той степени безмятежности, которой стремятся все создания? Давайте обратимся к Священному Корану и Хадисам и посмотрим, что Всевышний Аллах и Его Посланник говорят на этот счет. Всевышний Аллах говорит, «О вы, кто уверовал!» «О вы, кто уверовал!» То есть Всевышний обращается ко мне, к вам. Пожалуйста, обратите на это внимание. «О вы, кто уверовал!» «Истаджибу лиллахи валилрасуул» «Ответьте на призыв Всевышнего Его Посланника» «Когда они призывают вас к тому, что дарует вам жизнь, дает вам ту жизнь, которую вы ищете, отвечайте на призыв Аллаха и Его Посланника. И когда вы ответите, Аллах дарует вам эту жизнь». Всевышний при этом говорит не с умершими, Он обращается к живым людям, которые едят, пьют и ходят по земле. Но они мертвы духовно. Они духовно умершие. И Аллах говорит, «Когда вы ответите на призыв Аллаха и Его Посланника, когда вы повинуетесь и выполняете все, к чему призывает Всевышний Аллах и Пророк, саллиллаху алейху ассалям, то как вы и обретете свою жизнь, то так вы и обретете свою жизнь, наполните ее смыслом и счастьем, к которому вы стремитесь». Ученые разошлись во мнениях относительно того, что здесь называется призывом. Одни говорят, что упоминание призыва в этом случае относится к Корану. Другие считают, что это Ислам. Есть и другие мнения. Но факт остается фактом. Выполнение любого повеления Всевышнего и Его Посланника – это средство обретения счастливой жизни и безмятежного состояния для нас. Потому что слова в аяте имеют общий смысл, то есть подразумевается выполнение любого повеления Всевышнего и Его Посланника, саллиллаху алейху ассалям. Это и есть счастье. Также этим аятом мы понимаем, что человек, отвергший этот призыв, является духовно мертвым. Он не жив, поскольку Всевышний не даровал ему жизнь. И это именно то, о чем Всевышний говорит в Коране. Всевышний говорит в Коране. «Приведи пример того, кто умер, а мы воскресили его, вернули к жизни». Здесь имеется в виду не фактически умерший человек. Здесь подразумевается человек, который сначала не был на пути поклонения, а затем Всевышний направил его на этот путь. То есть человека, не поклоняющегося Всевышнему, Аллах называет мертвым. Можно привести пример человека, который был духовно мертвым, у него не было жизни, гармонии или цели. А затем, встав на путь ислама, он стал кем? Мы даровали ему жизнь, направив к исламу, направив его по пути поклонения Всевышнему, записав его среди праведников. Мы даровали ему свет, и с помощью этого света он ходит среди людей. Пример этого человека схож с тем, кто блуждает в темноте, потеряв надежду найти выход. В этом аяте Всевышний указывает нам на две параллели, на два понятия. Первое – это вопрос жизни и смерти. Тот, кто поклоняется Всевышнему, он является живым человеком. Тот, кто отказывается поклоняться Всевышнему, является мертвым, даже если он пьет, кушает и ходит по земле. То есть он духовно мертв. Второй образ – это понятие света и тьмы. Тому, кто поклоняется Всевышнему, был дарован свет. А в чём назначение света, мои дорогие братья и сёстры? Назначение света в том, чтобы помочь человеку добраться из пункта А в пункт Б. Он поможет добраться в нужное место за небольшой промежуток времени, без падения и плохих последствий. То есть человек, которому был дарован свет, знает пункт своего назначения – рай. И так же он знает, как достичь его. Он знает, какому руководству следовать – Корану. Что же касается того, кто отрицает всё это, у него нет цели, нет пути, нет руководства. Он лишён света и блуждает во тьме. Как об этом прекрасно сказал Всевышний, о том, что такой человек следует своим страстям, просыпается каждый день без цели, и он никогда не найдёт выхода, если только Аллах не смилостивится над ним. Мои дорогие братья и сёстры, Всевышний Аллах рассказал нам о пути обретения счастья. Тот, кто совершает благое, будь то мужчина или женщина, и у него есть иман, то будьте уверены, мы даруем ему сладкую жизнь, красивую и гармоничную жизнь. Вы спросите, как обрести гармоничную жизнь в этом мире ещё до обретения рая? Как можно избежать проблем и переживаний земной жизни? Здесь слова Кораны. Тот, кто совершает благое, и у кого есть иман, будь то мужчина или женщина, то такому человеку без сомнения будет даровано прекрасная и гармоничная жизнь. Имеется в виду, в этом мире, конечно, и в следующем тоже. Но даже здесь, в этой жизни, верующему будет дарован покой, в отличие от неверующего человека. Как Всевышний Аллах говорит в Коране, «Те, кто ведёт себя праведно и благочестиво, им будут дарованы вечные милости от Всевышнего Аллаха», то есть всевозможные милости от Всевышнего. Здоровье, материальный достаток, вера, семья, дети, все блага этого мира и следующей жизни. Что касается плохих людей, то они попадут в огонь ада. В судный день они войдут в ад. Дорогие братья и сёстры, обратите внимание, что когда Всевышний Аллах говорит о верующих, то Он не устанавливает временное ограничение. Он говорит, что праведники будут наслаждаться благами постоянно, то есть нет ограничения времени. Затем Он говорит о неверующих, а не благочестивых, и говорит, что они войдут в ад в день суда. То есть их вечное наказание отложено на судный день. Возможно, в этой жизни они получают какое-то удовольствие. Тогда как милости для верующего человека никак не будут ограничены временем. Его наслаждения благами будут вечным в этой жизни и в следующей. В другом аяте Всевышний Аллах говорит, «Тот, кто уверовал и раздает садака и творит благие дела, мы облегчим его положение». Мы облегчим его положение, то есть деньги, которые он зарабатывает, его работа, во всем этом будет барракад. Все, что пожелает Аллах, дарует ему. Его семья будет гармоничной, дети будут утешением для него. Хорошие положения в этом мире и в следующей жизни будут гарантированы ему, то есть его положение будет легким. И так же, как говорит Всевышний, что для того, кто будет праведным и будет творить благое, ему будет облегчено положение. А тот, кто жаден, то дорожит над своими деньгами. Тот, кто думает, что он не должен поклоняться Всевышнему. Иметься в виду, религия такому человеку не нужна. Он говорит, у меня нет времени молиться. Он не поклоняется Всевышнему и отрицает следующую жизнь. Такому человеку мы затрудним положение во всем. Возможно, у него будет приличный счет в банке, но в душе он будет самым бедным человеком. Возможно, у него будет самая роскошная машина и роскошный дом, но внутри у него горит адский огонь, Джаханнам. Его машины, деньги и богатства не станут для него утешениями и радостью. Наоборот, они будут лишь усиливать его тяжкое положение. Мы затрудним его положение во всем, потому что он не верит в Аллаха. Он отказался уверовать во Всевышнего. А в другом аяте, и это очень важный аят, поскольку в нем Всевышний обращается к пророку Адаму, алейиссалям. Когда Адам был спущен на землю, какой совет Всевышний дал Адаму, нашему прародителю? Какой совет Всевышний дал Адаму, когда тот был послан на землю? Всевышний Аллах говорит, «Тот, кто следует моему руководству, представитель любого поколения нации или последователь любого пророка, любой человек, который следует моему руководству, он не станет заблудшим. И не познает он горе и тоску. Он не будет переживать и горевать. А также не познает он боли. А тот, кто не будет занят поминанием меня и поклонением мне, тот будет вести несчастную и жалкую жизнь. В этом мире он будет вести жалкую жизнь. А в день суда мы воскресим его слепым. Тот, кто не поклоняется мне. Заметьте, Всевышний не говорит, «Тот, кто не верует в меня», поскольку есть очень много тех, кто верует во Всевышнего, но отказывается поклоняться ему. Такие люди слишком заняты, чтобы вместить в свой график совершение пяти молитв. Они слишком любят деньги и не жертвуют закат. Их график не позволяет отправиться в хадж или на умра. Паститься в месяц Рамадан им слишком тяжело. Тот, кто не поклоняется мне, будет вести жалкую жизнь. Такой человек никогда не сможет достичь ту самую гармонию счастья, в поисках которого находится все человечество. Мои дорогие братья и сестры, давайте поразмыслим над сирой посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям. Что он делал, когда его беспокоила какая-то проблема? Кому он обращался? И что делаем мы, дорогие братья и сестры, когда нас что-то тревожит? Если у нас был тяжелый день на работе, многие из нас приходят домой и включают телевизор, потому что мы думаем, что нашу тяжесть смоет отдых у телевизора. Или же мы занимаемся чем-то другим, соцсетями, сплетнями или общением с другими людьми, то есть тем, что может быть разрешенным, сомнительным или запретным. А что делал пророк, саллиллаху алейху ассалям, когда сталкивался с проблемой? Как передает Аиша, да будет доволен дядю Аллах, пророк, алейху ассалям, когда бы не задумывался о какой-то проблеме, он спешил совершить намаз. Намаз, молитву. Вот почему он говорил, «О, Белял, торопись, мы хотим ощутить утешение в молитве, мы хотим ощутить сладость намаза, так почему ты откладываешь ртамат?» И как сказал пророк, саллиллаху алейху ассалям, «Прохладой моих глаз и утешением в этом мире для меня стал намаз». То есть именно так он достигал гармонии и счастья. А мы? Что делаем мы, когда сталкиваемся с проблемой в жизни? Что мы предпринимаем, когда хотим решить какую-то проблему? Обращаемся ли мы к Аллаху, к совершению молитвы? Раздаем ли мы закат, постимся, совершаем дуа? Или же мы обращаемся к этой дуньи? Обратите внимание на разницу между нами и пророком, саллиллаху алейху ассалям. Молитва стала прохладой для моих глаз. Именно намаз дарил ему покой, утешение. Именно так он обрел гармонию, стоя перед Всевышним в молитве. Ассан-Уль-Басри, известный ученый, говорил, «Ищите счастье в одном из трех вещей. В чтении Корана, в чтении Зикра, поминания Всевышнего, и в совершении молитвы». Если вы ищете счастье, то найдете его в одном из этих трех вещей. А также он сказал, «Если вы не найдете счастье в этих трех вещах, то это значит, что двери счастья закрыты для вас, и вы нигде не найдете его». Двери счастья закрыты, и нет никакого другого способа, благодаря которому вы сможете обрести гармонию, в поисках которой вы находитесь, кроме как путем поклонения Всевышнему Аллаху. Другой известный ученый, представитель поколения ранних мусульман, говорил, «Если бы короли и правители на самом деле могли ощутить покой и счастье наших сердец, если бы только они могли почувствовать ту гармонию, которую мы ощущаем, то они сражались бы с нами, чтобы мечом забрать у нас это чувство». Иными словами, если бы они могли осознать степень сокровища, которым мы владеем, если бы они увидели его своими глазами, вместо того, чтобы пребывать во власти иллюзии страстей этого мира, то они поняли бы, что настоящее сокровище – это наш иман, наша вера, наше счастье. Субтитры создавал DimaTorzok